И поговорим про то, как, собственно говоря, сейчас базово понимаются механизмы депрессии. Механизм депрессии. Значит, смотрите. Вот если вы посмотрите сюда, смотрите. У вас здесь сниженное настроение, снижение активности, снижение интереса. Такой пассивный абсолютно человек. Но действительно человек в депрессии не напоминает. А если у него эндогенная, она может же быть и уровнем ДП, маниакально-депрессивного психоза. И тут точно не перепутаешь. Если человек в мании находится, то он бегает, значит, как он помешанный, встает в 3 часа ночи, начинает драть полы, потом начинает гвозди прибивать, потом выбегает на улицу, начинает движением, руководить, дворником давать инструкции и так далее. Такая гипермания, да, любой раздражитель вызывает у них мощную ответную реакцию, и они сразу начинают включаться в дело и тратят свою энергию. А вот депрессия вроде бы пассивное состояние. Но является ли на самом деле депрессия пассивным состоянием? Значит, нам этот механизм объяснил мой любимый Мартин Салегман. Помните такого? Книжку про благополучие он сейчас написал. В свое время, в 70-х годах, он был нормальным нейрофизиологом и мучил собак. Ну вот, значит, собственно говоря, суть его эксперимента, она состояла в следующем. Значит, посадить собаку в вольер, под полом пустить электрический ток, и бить собаку электрическим током. Значит, эксперименты любят, как бы сказать, всякие разные разнообразия вариантов, в которых развивается ситуация. И дальше в одной из клеток, то есть в одной из, как бы, в одной серии экспериментов животное оказывалось в клетке, и там бил электрический ток. В другом животное оказывалось в клетке, но там была перегородка такая небольшая, которую можно было легко преодолеть, перепрыгнув. И когда животное перепрыгивало через эту перегородку, значит, ток переставал подаваться, и у него формировалось четкое ощущение, что если перепрыгнешь, то подача электрического тока прекратится. И вот, смотрите, теперь вы имеете животное, у него тоже там есть барьер, но прыгай через него, не перепрыгай, все равно током тебя бьют. Есть другая клетка, где животное, перепрыгивая через этот барьер, значит, оно узнает, что прекратится удар электрическим током. Да? Значит, количество электрического тока на ту и другую собаку в обоих клетках одинаковое. Вопрос. В какой клетке собака будет чувствовать себя лучше? Где может перепрыгнуть и перестанет бить током? Молодцы, неправильный ответ. Да вот. Потому что если оно знает, что оно никак не может повлиять на обстоятельства, у него формируется состояние обусловленной беспомощности. Животное перестает реагировать на электрический ток и просто к нему адаптируется. Адаптироваться можно ко всему угодно, к чему угодно, даже к тому, что тебя регулярно, так сказать, побивают электрическим током. Ну, побивают и побивают, что поделаешь. А собака, у которой есть иллюзия, что она может справиться с этим всем делом, она находится в постоянном ужасе. Она ждет следующего удара тока для того, чтобы тут же начать от него избавляться. Улавливаете? Я нахожусь в постоянном стрессе, потому что мне кажется, что я могу совладать с этим агрессивным фактором. И дальше животное, которое прыгает, вот это у него возникает что? У него начинается язвенная болезнь, и там начинаются всякие разные эти нервно-психические расстройства и так далее. А это такое адаптировалось, ну, побивают, ну, как бы такая жизнь. Вот, значит, и формируется состояние обусловленной беспомощности, которое приводит к тому, что уровень стресса у этого животного снижается. Улавливаете. Значит, у нас с вами Салигман говорит, значит, у вас может быть высокий уровень тревоги, да? И у вас может быть низкий уровень тревоги, да? Значит, при воздействии стрессовых факторов. И природе важно вот это состояние. Природе важно, чтобы снижалось чувство тревоги, чтобы не включались механизмы гормональные, которые разрушают, ну, и не регуляторные, которые разрушают организм, да? Значит, соответственно, нужно снизить тревогу. Теперь вот мы берем, например, человека, у которого случаются какие-то негативные события. Например, развод, например, гибель ребенка, наконец, еще что-то. Какой у него уровень тревоги? Высокий. У него нарушаются полностью динамические стереотипы, мозг не знает, как с этим, с этим, он начинает, пытается как-то реконструировать, ничего не получается и так далее. И что происходит с его организмом? Его организм подвергается мощному... Мы уже с вами про гормоны начали говорить, да? Значит, кортизол и прочие эти, как его, глюкортикоиды бьют по всей, как бы, мощи и изнашивают организм. И дальше нужно с этим делом справиться. Нужно снизить тревогу. Нужно сформировать что? Состояние обусловленной беспомощности. То есть, если я решу, что все настолько плохо, что ситуацию не поправить, ну, все, конец и все. У меня обусловленная беспомощность. Я адаптируюсь к этому состоянию. И кортизол, и прочие гормоны, которые, собственно говоря, поддерживают уровень стресса, перестанут выделяться. И, соответственно, я, я же не собака, мне нужно, у меня есть корковые отделы, у меня есть языковые центры и так далее, мне нужно создать внутри головы идеологию, которая объяснит мне, почему все плохо и никогда хорошо не будет. Чтобы у меня уровень тревоги, чтобы я перестал спасаться и бегать через барьер. И дальше мы переходим к Арону Беку. Арон Бек, основатель когнитивной психотерапии, потом он остался уже когнитивно-поведенческой. Который говорит, что есть три ада. Три ада Бека, так называемая. Значит, это три вида депрессивных мыслей. Значит, какими мыслями вы можете убедить самих себя, что все конец? Может, я настоящий мужчина? Близко. Я ничего не стою. Вот, точно. Первое, значит, во-первых, все плохо. Жизнь разрушилась, все плохо. Вот, все. Я иногда говорил, сейчас я форточку открою, если здесь ма была или что-нибудь. Вот. Они говорят, что я говорю, ну, если все плохо, может быть хуже? Знаете, второе. Все плохо. Все правильно? Я ничего с собой не представляю. Я ничто. Я ничтожество. У меня нету сил, у меня нету возможности, я все, я разбит, я раздавлен, меня нет и так далее, и так далее. Да? Если все плохо, и я ничто с собой не представляю, что будет будущего? Будущего нет. Отсюда суицидальное поведение, как вы понимаете, начинает формироваться. И дальше, значит, что происходит? Значит, у меня, сейчас рисуем мозг, рисуем мозг. Значит, у меня в подкорковых зонах формируется высокий уровень тревоги, да, за тревогу что отвечает Миндалина, да, это как его подкорковые ядра. Вот, чувство безопасности здесь, инстинкт самосохранения, он травмирован, когда у меня нарушаются все динамические стереотипы. Вот. И у меня здесь начинается, как бы сказать, эпицентр такой тревоги. Такие прямо эти вот. И дальше я запрашиваю кору, говорю, значит, катастрофа, спасаемся, бегаем там и так далее, бежим. Но вы никуда не можете убежать, если ребенок умер, то он умер, если муж умер, то умер и так далее, да. И, значит, что? И, значит, мы здесь, внутри этой коры, начинаем формировать депрессивные мысли. Ничего, все плохо, я ничтожество, будущего нет. И дальше я начинаю действовать уже внутрь, и формируется порочный круг. То есть я своими депрессивными мыслями запугиваю свою собственную подкорку. Ну, то есть вы себе сообщаете, что все, катастрофа, конец света и так далее. Да вот. Она и так, собственно говоря, не была в хорошем настроении духа. И дальше у вас начинается порочный круг. Когда корково-подкорковые отношения приводят к тому, что у вас формируется мощный паттерн депрессии. И когда вы начинаете человека лечить, он что вам говорит? Вот он говорит, уйди, уйди, противный. Ну вот, я страдаю. Уйди, старушка, я в печали. Почему? Потому что если я его лечу, то я же уничтожаю вот это. Если я уничтожаю от этого, я, как бы сказать, снижаю риск. Ему говорю, что смотри, вообще жизнь-то осталась, к ней надо адаптироваться. Там вообще все непросто. Полетели птичка, там мало вкусного, но будем жить. А она говорит, зачем? Я так хорошо уже спрятала здесь свое депрессивное состояние и идите к чертовой матери. Вот. Да, значит, соответственно, у нас возникает конструкция с депрессивными мыслями, с чувством вины, я напоминаю, да? Почему? Что такое чувство вины? Самое замечательное, сказать. Значит, все так плохо, так все случилось, потому что я вот там то-то, то-то, то-то и то-то. Ничего не поправить, уже все случилось. Ну, там, условно говоря, развод случился, я не знаю, там, с детьми рассорились, они уехали в другой город и не хотят с вами общаться. Там еще что-то. Пятое-десятое. Я виноватый, да? Значит, я, собственно говоря, в этом состоянии прекрасно живу, поддерживаю свой комплекс вот этих депрессивных мыслей, которые на самом деле являются защитным механизмом, потому что если это убрать, то надо что? Надо с детьми ехать мириться. Понимаете? Да? Если там личная жизнь разрушилась, надо идти ее организовывать заново. Как вы чувствуете оптимизм, когда вам нужно заново личную жизнь организовывать? Нет никакого оптимизма, понимаете? Вот. Да. И дальше вот он, порочный круг. Теперь, а вот я вам сказал, что тут, значит, у нас тут, помните, были эти, как его, антидепрессанты, вот я вам рассказывал, маскированные депрессии они лечили, помните? Да? Значит, что такое антидепрессанты? В свое время возникла так называемая серотониновая гипотеза. Ее одним из авторов был Изяслав Петрович Лапин, который у нас работал в институте Бехтерево, был выдающий, совершенно замечательный ученый, который занимался эффектом плацебо, кстати сказать. Да, в общем, был великий. Да, значит, и что случилось? Больных от туберкулеза лечили новым препаратом. Туберкулез не вылечивался, но они почему-то стали веселеть на глазах. Как мы помним, заболевания могут приводить к развитию депрессии. И туберкулез одно из тех заболеваний, которые являются фактором риска для развития как раз депрессивных состояний. Значит, соответственно, вот их тогда начали ничить, они начали, как мухи, выздоравливать от депрессии, и стали выяснять, и предположили, что речь связана с нейромедиаторами, которые внутри мозга что делают? Они внутри мозга создают, обеспечивают нейронный импульс. Значит, мы, я вам сейчас рисую, как бы два, это вот синапс, да, такой условный синапс. Значит, и между ними, это клетки, они друг с другом разговаривают, по ним бежит нейронный импульс, он электрический, он передается как бы ионно. Значит, дальше здесь, вот этот, когда он добегает импульс, здесь есть соответствующие такие, как бы, ну, в общем, накопленные объемы нейромедиатора. Под действием импульса они выскакивают в межсинаптическую щель, да? Вы понимаете, да, это клетка нейрон, и тут нейрон, клетка. Вот, значит, они в эту щель выскакивают, а здесь есть рецепторы, которые воспринимают воздействие этого нейромедиатора химического вещества, формируется импульс, он превращается в электрический, меняется поляризация, и он бежит дальше. Вот, собственно говоря, что происходит, примитивно выражаясь. Значит, при передаче нервного импульса. Теперь представьте, что вы находитесь вот здесь, в перманентном стрессе. Что начнет происходить? У вас этот импульс многократно усиливается. Вы думаете, что делать, что делать, катастрофа, ужас, боже, боже, вы бегаете, спать не можете, на голове стоите и так далее, передаете. Значит, все нейромедиаторы, которые здесь есть, ну, сначала мы говорим про серотониновую теорию, но сейчас у нас добавится дофамин, у нас добавится норадреналин и так далее, они сюда выскакивают и постоянно бомбондируют постсинаптические рецепторы. Что будет, если вы очень донгло и монотонно, я буду, я сейчас включу громкий звук, вы сначала заткнете уши, потом устанете держать, опустите, и в какой-то момент начнете друг с другом разговаривать, потому что у вас произойдет адаптация, да, к этому громкому раздражителю. Значит, точно так же здесь происходит, когда вы вываливаете огромное количество нейромедиаторов, происходит своеобразная, как бы, инфляция, да, или что? Ну да, инфляция, в общем, да. И эти рецепторы перестают реагировать, постсинаптическая мембрана перестает реагировать на действия нейромедиаторов. Вы дальше пытаетесь передать импульс, а тут, говорят, закрыты на обед. Как у электродов, знаете, они бывают окислятся, и не приходит ток. Вот примерно то же самое происходит здесь. Значит, и дальше я, почему я лежу-то в снижении активности? Потому что импульсы перестают здесь проходить. То есть раздражители мощные, говорят, а тут еще что-то, еще что-то, говорят, идите вы все. Я тут лежу, помираю, не трогайте меня. Факциальный импульс не проходит. Дальше что делают наши антидепрессанты? Значит, антидепрессантов, у них, как бы, такая, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. СИОЗ, СИОЗДОС. Значит, да, значит, они что делают? Они запрещают вот этой мембране запускать обратно нейромедиатор, который выскочил в щель, и накапливают в большом количестве нейромедиатор в синаптической щели, и он проламывает нечувствительность нейронов, этих рецепторов на этой части, да? И импульс начинает ходить. Мы запускаем импульс. И вот селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они просто увеличивают количество серотонина в синаптической сети, чтобы эта, наконец, штука, как бы, пробила, вамтус этот, значит, пробил, и пошел импульс. Да, поэтому почему антидепрессанты действуют со второй недели, точнее, они, начало действия антидепрессантов, две недели плюс? Потому что нужно время, пока во всех этих штуковинах накопится достаточное количество нейромедиаторов. Вот. И почему депрессию, когда ставят диагноз, обязательные условия? Вот эти симптомы должны проходить не менее двух недель. Если у вас сниженное настроение сегодня и завтра, и послезавтра, не страшно, вы просто дураковлеете. Вот. А если у вас две недели, это подряд, понятно, что здесь наступила швах. Так. Значит, соответственно, да, у нас еще есть другие, дофамин, норадреналин, и, соответственно, антидепрессанты тоже есть, которые действуют на каждое из этих, на каждое из этих... Вообще, кризисное время для депрессии – это... Что есть риск для депрессии? Какие показатели? Первое. Женщина. Понимаете, почему? Потому что гормональный фон значительно более чувствительный, чем у мужчин. Вот. И поскольку гормональный является очень важным фактором формирования вот этих всех патологических кругов, то женский пол является риском по депрессии. Вот. Мужики тоже пусть не расслабляются. Вот. Значит, и второе – это 40 лет. Раньше всегда было, говорит, женщина 40 лет пришла, что? Не думай, ставь диагноз, да? Вот. Сейчас это на самом деле уже не так. Все стало значительно более драматично. У нас депрессия уже сейчас у подростков формируется. Вот. Но почему раньше было это 40 лет? Потому что, значит, вот вы раз пережили, я, вы помните, вам здесь рассказывал, что у нас есть... Вроде бы нету никаких событий драматических. Да? А симптомы депрессии есть. Ну, как-то, ну, то неплохо. Ну, да, там, личной жизни очень хорошо. Ну, дети посылают на три буквы. Ну, работа скучная. Ну, как бы, все же живут так. У кого по-другому? Согласитесь, да? Вот. А здесь формируется депрессия. Значит, выясняется, что у нас с вами есть закономерность. Выясняется, что мы учим мозг депрессии. Учим мозг депрессии. Как мы это выяснили? Мы это выяснили благодаря антидепрессантам. Потому что, когда, значит, дальше мы стали считать, что у нас вот есть так называемый первый депрессивный эпизод. Первый депрессивный эпизод. Значит, вот у нас случился первый депрессивный эпизод. Что произошло? Была высокий уровень тревоги. Дальше включились механизмы корковые, которые объяснили все происходящее, значит, тем, чтобы все плохо, там, никуда не деться, там, и так далее. Значит, уровень кортизола был высокий. Все это, собственно говоря, толкнуло изменения вот здесь, в работе нейромедиаторов. И мы назначили антидепрессанты. Назначили антидепрессанты, и все прошло. Ура! И мы не назначили антидепрессанты. Если мы пролечили, и если мы не пролечили, вероятность второго эпизода увеличивается в два раза. То есть, если первый депрессивный эпизод не был нормально пролечен, то есть, мы не поправили вот здесь, с нашими, собственно говоря, препаратами, то вероятность того, что у человека случится второй выраженный депрессивный эпизод, в два раза выше. И дальше оно только растет, причем в геометрической прогрессии. Еще в два раза, ну, то есть, вот в два раза по отношению к этим двумя разам. И это все происходит, что? Выходит в эндогенную депрессию, вот в эту. То есть, мы натренировали свой мозг, и раньше это было, что к сорока годам женщины натренировывали свой мозг подать депрессию, да? Сейчас это можно натренировать себя и в шестнадцать лет. Потому что раньше-то как жили? Счастье будущим живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. С Пушкина, так сказать, все время ожидалось, что там впереди будет нормально. И до сорока лет люди жили этой надеждой, что все уложится, все сложится, все будет хорошо. Ну, у всех же все хорошо. Ну, так они говорят. И все надеялись, что в сорок лет, а в сорок лет они понимают, что уже хорошо ничего не будет. Ну, как-то, если уже до сорока, так как бы, сказать, все оказалось фуфлом, то что после сорока-то делать? Вот, сейчас в шестнадцать лет уже никто не верит, что в сорок будет хорошо. Видели кого-нибудь, кто вам говорит, ну, сейчас вот до сорока дотяну и вообще начнется? Нет? Да. А раньше было так, до пенсии надо дотянуть и там будет хорошо. Ну, вот. Так, значит, соответственно, мы тренируем свой мозг, значит, вот к формированию вот этих вот патологических паттернов, который изменяется на генетическом уровне, который создает сложные нейронные сети депрессивного реагирования, то есть депрессия превращается в привычку. Почему, я вот говорю, что иллюзия страдания, нет ничего более сладостной? То, что когда вы начинаете себя жалеть, там всячески, как бы, говорить, ой, дот-бой, все плохо, там и так далее, да? Значит, у вас какая конструкция? У вас конструкция, что у вас снижается чувство тревоги, потому что не надо никого обижать. Вы ждете, когда придет кто-то, погладит вас по голове, скажет, что все будет прекрасно, он вас возьмет на ручки и отнесет в светлое будущее, да? Вы же бедные, несчастные, сирые, убогие, таким же надо помогать. Это в детстве нам говорили. Она же плачет, пойди, иди успокой. А, заплакали, иди успокаивай ее. Да? Зачем? Чтобы сформировалась в голове идея, что если ты ревешь, все у тебя плохо, то что? Все кругом себя побросают и побегут тебя спасать. Я прямо сижу и вижу эту картину. Оно где-то заканчивается, я думаю, в пять лет. Но все равно то, что так работает, продолжаете, так сказать, у себя использовать. Вот, значит, да, и получается, что депрессивные мысли являются положительным подкреплением. То есть вы себя пожалели, поплакали и так далее, и стало вам хорошо. Продолжение следует...